Шумбра-трав В апреле отмечался День мордовских языков и особое внимание областная мордовская национально-культурная автономия уделяла языковому образованию. В начале апреля на базе Ульяновского городского лицея при УЛГТУ состоялась встреча директоров школ с председателями общественных организаций по вопросу сохранения национальных языков на территории города Ульяновска. Представители национально-культурных автономий подчеркнули, что изучение национальных языков в школе должно поддерживаться как родителями, так и органами власти, Министерством образования области, городским управлением образованием, а также директорами школ. От лица мордовской национально-культурной автономии выступил Владимир Сафонов. Он отметил, что на территории города Ульяновска активная работа по изучению мордовской культуры и языка ведется только в пяти школах из 82. Это 75-е, 69-е, 64-е школы, 24-е гимназия и 102-й лицей. А количество детей, изучающих родной ирзианский язык по сравнению с 2019 годом сократилось на 40%. Результатом этой встречи стало совещание с главой города, на котором представители национально-культурных автономий заострили внимание на проблеме изучения национальных культур именно на уровне города Ульяновска. В апреле традиционно проходила Всероссийская образовательная акция с международным участием «Диктант» на макшанском и ирзианском языках. Участниками диктанта стали жители более 10 регионов России. К диктанту присоединились и соседние страны, например, Эстония и Казахстан. Акция «Диктант» на макшанском и ирзианском языках направлена на пропаганду родных языков и сохранение культур и этнического самосознания. На территории Ульяновской области Всероссийская акция «Диктант» на ирзианском и ирзианском языках была организована в 12 районах. В Новомолоклинском районе диктант прошел 17 апреля на базе Высококоловской средней школы. Участниками акции стали 80 человек. Это был уникальный шанс для каждого, независимо от пола, возраста, образования и социальной принадлежности, вспомнить школьные времена и снова сесть за парты. На территории Ульяновской области диктант пишут династии районов Ульяновский, Новомолоклинский, Павловский, Корсунский, Кузоватовский, Николаевский, Барышский, Корсунский, Меликетский, Теренбургский район, город Эндроград и город Ульяновск. Организатором диктанта является Павловский центр культур финно-угорских народов при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордумия. Текст диктанты взят из поиски Валентина Ивановна Мишаниной, Ингей и Порта. На рязянский язык текст перевела Агабонова Нина Афанасьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры Мордумских языков, филологического факультета национального исследовательского университета имени Агабонова. В рамках акции участники также посетили музей школы. Желающие читали стихотворения на рязянском языке, а с номерами художественной самодеятельности выступил Центр долголетия Вастума. Приятно сознавать, что работа по изучению и поддержанию национальной культуры активно ведется в районах Ульяновской области. Юбилейный, десятый, межмуниципальный этнографический фестиваль-конкурс «Национальное наследие» проводился 9 апреля в школе села Живайкино. В фестивале принимали участие 9 школ Барышского района. Ребята представляли национальные костюмы, песни и танцы, а также рассказывали о родной культуре, традициях и обычаях. Ярким получилось представление мордовской культуры. Работа фестиваля проходила по трем номинациям. Номинация «Расстояние дружбе не помеха» предполагала рассказ о национальных праздниках и обрядах, а также конкурс фольклорного исполнительства. В номинации «Встреча гостей со всех властей» участники представляли национальные блюда. А в номинации «Вся кому мила родная страна» проходили конкурс «Умельцы родного края» и конкурс «Народных игр и забав». Все участники фестиваля могли посетить мастер-классы «Весенний веночек» и «Букет тюльпанов», а также фолк-челлендж под названием «В семье единой». На фестивале также работала семейная выставка декоративно-прикладного творчества, где можно было полюбоваться работами, выполненными взрослыми и детьми в самых различных техниках. По отзывам участников, фестиваль получился очень теплым и домашним. Торжественное мероприятие в рамках празднования Всероссийского дня мордовских языков прошло 18 апреля в Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В торжествах приняли участие делегации десяти регионов, в том числе и Ульяновской области. Праздник в целом воодушевил участников на дальнейшее сохранение мордовских языков, мордовской культуры и образа жизни. Многочисленных зрителей поразило яркое профессиональное выступление ансамбля песни и пляски из Мордовии у Марина. А над павильоном выставки раскатисто прозвучало традиционное троекратное «Шумбрат! Шумбрат! Шумбрат!». С 19 по 25 апреля на базе областного оздоровительно-образовательного центра «Юнность» прошла профильная смена «Фестиваль народов по Волжье». В ней приняли участие 120 школьников из разных уголков Ульяновской области. Фестиваль народов по Волжье проходит в центре «Юность» с 2016 года. Его цель – знакомство ребят с народами, проживающими на территории Ульяновской области, приобщение молодого поколения к культуре и творчеству народов по Волжье, укрепление толерантных межконфессиональных и межэтнических отношений. Фестиваль проходит как многожанровый праздник культур народов по Волжье. В его организации традиционно принимают участие национально-культурной автономии региона. В этом году на шесть фестивальных дней в «Юность» съехались ребята, представители четырех коренных народов, проживающих на территории по Волжье – мордовского, русского, татарского и чувашского. Мордовскую культуру представляли 35 школьников из Николаевского, Индинского и Кузоватовского районов и города Ульяновска. Эта смена соединяет все народы, всех людей, и неважно, какие они могут быть. И эта смена меня привлекает своей дружной атмосферой. У нас очень интересная программа, всякие интеллектуальные квесты. Мы узнаем очень многого именно о наших народах, о нашей стране. Если театр начинается с вешалки, то фестиваль – с интерактивного музея «Радуга народов по Волжье», который расположился в холле главного корпуса. Экспонатами музея стали привезенные ребятами предметы народного быта, произведения декоративно-прикладного творчества, информационные продукты. Словом, все то, что позволяло представить культуру своего народа и родного края. Программа фестиваля была очень насыщенной. Ежедневно ребята представляли культуру своего народа в разных форматах художественной самодеятельности. На фестивале можно было увидеть инсценировки, фрагменты обрядов, послушать народные песни и полюбоваться народными танцами, поиграть в народные игры, принять участие в параде национальных костюмов и поэтическом конкурсе. О наших сменах я могу говорить долго, но совершенно особое место занимает в нашей деятельности. Мы считаем, что наша смена тоже вместе с Институтом развития и образования – это фестиваль народов по Волжье. У него есть своя традиция. До меня, до того, как я стала здесь директором, директором была Роза Александровна Ахмеджанова. Она и начала эту традицию. Почему? Потому что она возглавляла татарскую автономию. Это очень активный деятель была в этой области, и ей принадлежит идея начала такого фестиваля. Вот 9 лет в фестивале ежегодно приезжают ребята со всей нашей области. На следующий год, 25-й он будет юбилейным, будет 10-й фестиваль народов по Волжье. Вы знаете, как живет этот фестиваль? Это не только вот эти 6 дней, когда приезжают ребята со всей области. В течение года это краткосрочный проект, когда мы во всех сменах нашим ребятам в Ульяновской области рассказываем о том, что народы по Волжье – это целая мощная сила, дружная большая семья, которая живет на Ульяновской области. В Ульяновской области. И знаете, что самое интересное? В каждой из многих смен мы изучаем культуру, традиции, семейные ценности каждого народа и так далее. То есть этот фестиваль, он как бы живет в течение года. А вот уже такой как бы общий праздничный фестиваль, он очень многоцветный, он очень красивый. Понимаете, ребята к нам приезжают разные. У нас есть дети в этот раз, которые приехали, начинали приезжать к нам еще шестиклассниками, а сейчас они уже учатся в 11-м классе. И вот мы с ним вчера на открытии говорили о том, что же представляет собой разговор о межнациональном воспитании. Мы говорили о ценностях. Оказывается, и культура, и семья, и мир, и дружба – это то, что объединяет все народности. Спросил одного мальчика, с какой целью приехал мальчик, который татарин. Он говорит, мне очень нравится мордовский язык, я хочу здесь как можно больше узнать. То есть, понимаете, такое взаимопроникновение детского интеллекта, познавательной активности, они между собой дружат. У нас есть такое мероприятие, как гостевание, когда они входят в гости не просто так, а узнавая все традиции каждой культуры своего края. Вы знаете, он мне фестиваль – это дорог тем, что здесь как раз происходит. Не когда мы говорим патриотическое воспитание, как, знаете, что-то такое, но когда мы это вещаем на словах. Вот здесь, на деле, в их детское сознание, мышление вселяется вот это понятие дружбы, культуры и поддержки, любви друг о друге любой национальности. В первый же день на фестивале звучали стихи на ирзианском языке. Так участники представили мордовскую делегацию на творческом вечере «Здравствуйте, это мы». В течение фестиваля для участников проводились мастер-классы этнокультурной направленности. Ребята могли создать на них мордовские украшения, обереговую куклу, пикши, познакомиться с элементами мордовского орнамента и росписью национальной посуды. Но все-таки самым интересным стали мастер-классы, которые проводили для своих ровесников сами дети. Например, ребята из Кузоватовского района обучали своих ровесников народным мордовским танцам и песням. Кузоватовцы на фестивале были очень активны. Большой интерес вызвала викторина, посвященная Аксентию Юртову, которую ребята самостоятельно подготовили и провели. Особенно приятно было участникам викторины получить памятную медаль с ображением первого мордовского просветителя. Это уникальные деревянные медали, которые создал в своей мастерской и подарил ребятам из Кузоватовской делегации один из родителей – Иван Михалкин. Каждый день фестиваля приносил что-то новое. В гости к участникам фестиваля для проведения творческих встреч приезжали председатель мордовской национально-культурной автономии городу Димитровграда Анна Нуянзина и председатель Ульяновской областной мордовской национально-культурной автономии Владимир Сафонов. Обычно здесь собираются четыре группы, в каждой по 25-30 человек, и они, рассказывая каждый о своей национальности, обучают представителей других национальностей, какими являются те или другие иные. Поэтому это очень важно для того, чтобы дети особенно понимали, что они не одни, разные национальности присутствуют, но мы всегда вместе, мы дружны, и тем самым подтверждая как бы похожесть свою на других представителей национальностей, но при этом имея свои особенности, как раз вот это и создает атмосферу дружбы и понимания друг друга. Наряду с культурно-массовыми мероприятиями руководителями делегаций ежедневно проводились образовательные интенсивы. На них ребята изучали культуру мордовского народа и ирзянский язык. Самым запоминающимся мероприятием фестиваля, пожалуй, стало гостевание. Это интерактивное представление культуры своего народа через игру. Каждый из четырех холов жилого корпуса украшался в одном из национальных стилей, чтобы с национальным колоритом, национальными песнями и обрядами встречать гостей из других делегаций. Благодаря такому формату все делегации смогли погрузиться в особенности каждой национальной культуры, представленной на фестивале. Ну а самым главным результатом фестиваля стал неподдельный интерес детей к своей родной мордовской культуре, их активность в ее изучении. Думаю, вы со мной согласитесь, дорогие зрители, что через такое погружение в родную культуру, которая происходит на подобных мероприятиях, юные унгляновцы приобщаются к нравственным ценностям и многовековому опыту своего народа. Дорогие зрители, а мы продолжаем изучать эрзианский язык с нашей постоянной рубрикой «Учим эрзианский язык». Привет-привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр Данильчев, и мы в рамках телепередачи «Шумбратрау» продолжаем изучать эрзианский язык. Сегодня мы с вами идем вперед и будем говорить вот о чем. Мы сегодня будем говорить о временах года. Ии – это год, шка – это время. Получается временной определенный промежуток. Всего времен года четыре. Теле – зима, тундо – весна, лето – кизе и сёксь – осень. Теле – сась, депеккень ардокты весень. Зима пришла, и всех очень радует. Так вот тенек телесась, ламу-ламу лоудонть прась, китнень пандотнень вельтинзе, ушо эйкакшнень вельтинзе, монгак ардан нурданеса, як шамо сускони эйсень. Снова к нам пришла зима, все покрыло на улице Белым-Бело. Дети катаются на самках, и я с ними катаюсь, и холод нас кусает. Сиди тоу, миник моли тундось. Далее у нас идет весна. Тундось сась, тундось сась, ашуловось как сулась. Ламу чудикельк щудить, ламу градствелем летить. Сурале из чудеса сто, канды ведензе пакся сто, сон пекрудазо утешка сто, монтень содаса водря сто. К нам пришла весна, начал таять снег. Из полей снег идет в реку Сура, а Сура впадает в Волгу. И таким образом эстафетная палочка от весны переходит к лету. Лето это кизэ, сась пси кизэс, эйкакшни экшелит лейсэ, мон вечкса кизэнть, кизэнть вечкс извесе. Наступило жаркое лето, дети купаются в реке, я тоже купаюсь с ними вместе. Все любят лето. Истям лусо, мини татану, сёксентень. Таким образом мы переходим к осени. Сёкс осень, сась сёксис, перпельксис пол автоус. Сёксень, вечксис, пекламут. Наступила осень, она поменяла свой цвет. Цвет природы изменился и стал совершенно другим. Вечкэвекс ялгат, ёлтадо, мезетэн вечктядо. Дорогие друзья, напишите и скажите, что вы любите. Мон вечкан, я люблю мон, а вечкан я не люблю. Например, мон вечкан кизэ, я люблю. Лето, мон а вечкан тэле, я не люблю зиму. Дорогие друзья, смотрите телепередачу Шумбратра, изучайте ирзянский язык и пусть всё у вас будет прекрасно. Прекрасно! Дорогие друзья, а сегодня мы прощаемся с вами. Я напоминаю, что наша программа транслируется на канале «Репортер 73» по субботам и воскресеньям. Следующий выпуск выйдет 26 мая. Посмотреть программу в записи вы также можете на сайте www.reporter73.tv А я прощаюсь сегодня с вами. До свидания! Вас то Мазанок!